История ангарского маньяка. Текст Саша Сулим. Милиционер из города Ангарск в Иркутской области Михаил Попков больше известен как ангарский маньяк. В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. А в январе 2017 он признался еще в 59 убийствах. Это уже больше, чем у Андрея Чикатило, самого известного серийного убийца в истории России. Попков убивал на протяжении почти 20 лет, с 92 по 2010, в том числе и когда работал в милиции. В 2016 году жители Ангарска, который расположен в 40 километрах от Иркутска, отпраздновали 65-летие города. В советские годы это поселение называли Рожденным Победой. Его строительство началось сразу после Великой Отечественной войны. Первые здания возводили заключенные Ангарлага, лагерного комплекса недалеко от будущего города, созданного для строительства Байкала-Амурской железнодорожной магистрали. К 90-м Ангарск был окружен тюрьмами. К четырем исправительным колониям добавились еще следствие изолятор и воспитательная колония для несовершеннолетних. После освобождения многие заключенные оставались в Ангарске. Кто-то за время отбывания наказания находил себе в городе жену, другим просто было некуда больше ехать. После распада СССР в Ангарске, как и во многих российских городах, начались криминальные войны. Преступные группировки, их было около десятка на город в 260 тысяч жителей, вступали между собой в открытое противостояние. Многие последствия разборок, убийства или вооруженное ограбление не расследованы по сей день. Это говорит старший полномоченный из управления МВД Иркутской области Артем Дубынин. На предприятиях месяцами задерживали зарплаты, горожане искали способы выживания. Одни гоняли иномарки на продажу и лишили шапки из меха сурка, другие зарабатывали частным извозом. Вечерами жители Ангарска старались передвигаться по городу на такси, опасаясь стать жертвой бандитов или наркоманов, вспоминает старший уполномоченный МВД России полковник Сергей Державин. В милицию постоянно поступали сведения о найденных трупах, но в середине 90-х этим было сложно кого-то удивить. Милиционеры не удивились и в тот момент, когда в прилегающей городу лесполосе начали находить тела молодых женщин, изнасилованных и убитых с особой жестокостью. Предполагали, что они тоже стали жертвами криминальных разборок или отдельных бандитов. На один и тот же почерк убийств трупы находили сколоты резными ранами и полностью обнаженными. Тогда внимания не обратили. В середине 90-х Михаил Попков работал помощником оперативного дежурного в Центральном отделе внутренних дел УВД Ангарска. Он был кандидатом в мастера спорта по биатлону. Коллеги называли его Миша Улыбка или Миша Гуинплен за доброжелательность. Попков производил приятное впечатление, в коллективе был на хорошем счету. Бывший старший коллега Попкова Дмитрий Хмыловский, они вместе работали в дежурной части в 97-99 годах, рассказал Медузе, что профессиональный уровень Попкова был выше среднего. Свою решительность Попков продемонстрировал в 96-м году, когда при задержании на месте преступления застрелил одного из грабителей. Тот пытался оказать сопротивление. Преступность была настолько в те годы распоясавшись, самоуверенная от своей безнаказанности, что это не единичный случай применения оружия на работе. Жена Попкова Елена работала в то время в паспортном столе в той же дежурной части, а жила семья в 50 метрах от отделения. Они были постоянно на виду, создавалось впечатление идеальной семьи, вспоминает Хмыловский. Семья его производила такое приличное впечатление, потому что его жена Лена работала у нас же в райотделе в паспортном столе, то есть была постоянно на виду. Это потом мы уже узнали, что Лена-то была не совсем такой простой, как казалось. Годы спустя, уже после задержания Попкова, станут известны подробности их совместной жизни. Однажды, вернувшись с работы, Попков нашел в мусорном ведре использованные презервативы. Именно это, считают бывшие сослуживцы ангарского маньяка, и спровоцировало его на первое убийство. Судя по всему, измена была не единственной. Попков размышлял об убийстве жены, но не стал этого делать и хотел, чтобы у дочери была полноценная семья. Как он признался на одном из допросов уже после ареста, каждое утро он просыпался и первым делом проверял, не убил ли ночью жену. В беседе с Медузой Дмитрий Хмыловский вспоминает, как однажды они дежурили вместе с Попковым и поступила информация о том, что найден труп женщины. Она пропала в ноябре, а это был март, оттаяла. Попков тогда очень подробно расспросил, где нашли труп, объяснив это тем, что хочет заранее разобраться, куда группу везти, чтобы не плутать там. Позже оказалось, что это была одна из его жертв, и он, видимо, ездил проверить, не оставил ли следов, рассказывает Хмыловский. В интервью, которое Попков дал после приговора суда в июне 2015 года, он сказал, что его жертвы виноваты в том, что бросали своих близких дома и гуляли. «Можно же сделать так, чтобы близкие не догадывались об этом, не знали и не делать им больно», недоумевал Попков. Он останавливал свою служебную Ниву, когда видел голосующую нетрезвую женщину, предлагал довезти ее до дома, по дороге спрашивал, не хочет ли она продолжить вечер где-нибудь еще. Если на нескромное предложение пассажирка отвечала отказом, отвозил ее домой. Если соглашалась, убивал с особой жестокостью, используя нож, топор, отвертку, все, что попадалось под руку. Со следователем Николаем Китаевым, у которого за плечами 20 лет работы в прокуратуре Иркутской области, а также в составе следственных прикад советских прокуратур, мы встретились в ресторане при Иркутской гостинице «Русь». На весь зал играла песня Юрия Лазы «Плод». Как раз одна из песен, под которую я колол людей, внезапно говорит Китаев. Применение музыки при допросе – один из любимых его методов. У Китаева четыре высших образования – юридическое, психологическое, журналистское и полный курс оперативно-розыскной деятельности. О таком наборе компетенций Николай Китаев говорит как о необходимости, позволяющей раскрывать преступления. Также бывший следователь защитил кандидатскую диссертацию «Вопросы, теории и практики изобличения лиц, совершивших умышленное убийство» и написал сотни статей по криминалистике. «Теоретикам я себя не считаю», – говорит он, – «я скорее практику с ученой степенью». Китаев признается, что преступление мечтал расследовать с детства, и следствие стало его любимой работой. Я не сломался там, где ломались многие другие люди. Внешне более крепкие, чем я, гораздо. Они не выдерживали и уходили. Например, уходили работать прокурорами, помощниками прокуроров. Я следователь прокуратуры, имею в виду, был. Мне нравилось следствие. В начале 90-х Китаеву предлагали стать прокурором Иркутской области, но он отказался. Для меня был важен не карьерный рост, а самоутверждение в профессии, – объяснял он. И когда порой мы собирались с женой и детьми в кино, заранее приезжал сотрудник милиции и говорил – труп и некому ехать. Они с тоской в глазах отправлялись в кино, а я садился в воронок этот и ехал осматривать труп. В советские годы он разблочил иркутского монстра Василия Кулика, на счету которого изнасилование и убийство шести детей и семи пожилых женщин. В конце 80-х Китаев доказал его вину, используя подробные описания его сновидений и информацию о биоритмах. Кулик после этого дал признательные показания и был приговорен к расстрелу. Бывший следователь считает, что присутствие смертной казни в уголовном законодательстве в советские годы позволяло сохранить от пяти до семи тысяч жизней ежегодно. Преступники якобы боялись расстрела и поэтому не убивали. Я человек довольно-таки, я скажу, сентиментальный, но я отец двух дочерей и за 20 лет работы, у меня есть подсчеты мои, я своими руками на осмотрах переворочил более 600 трупов свежих и гнилых, скелетированных и сожженных, расчлененных и целых всяких. Вот, порой оставалось только немножко, порой у меня на столе лежала кучка измельченных каких-то белых фрагментов, которые можно было накрыть носовым платком. А это была 20-летняя девушка Галя, фамилия вам и не нужна, которую два негодяя заманили, в гараж поочередно изнасиловали зверски, затем они ее убили, а тело вывезли за город и за несколько приемов сожгли, что я мог желать еще им. В 90-е годы, когда смертную казнь отменили, по словам Китаева, страну отпустило, бандиты стали валить друг друга пачками. Я могу сказать, что в Ангарске и в его окрестностях и 20 лет назад хватало трупов, которые там были в советское время. Трупами в Ангарске никого не удивили, исчезновением людей тоже. То, что я видел, это были не пропавшие, это были найдены трупы женщин там со следами сексуального посягательства. Иногда там рядом находился презерватив с содержимым. В ночное время эти женщины, там ни одна же бабушка не была убита, вот. А женщины, которые могли быть достаточно привлекательными хотя бы в силу своего молодого возраста. Ночью, ночью, вечернее время. Не днем, как правило, а ночью. Областная прокуратура направила его в Ангарск для проверки и консультативно-методической помощи в расследовании убийств. Он стал первым, кто доказал – в городе живет серийный маньяк. Когда проверка подошла к концу, Китаев доложил о ее результатах прокурору Иркутской области Анатолию Мерзлякову. Он рассказал о практически полном отсутствии в городе оперативно-розыскной деятельности. В результате чего десятки умышленных убийств остались нераскрытыми. А оперативные возможности изобличения преступника во многом утрачены из-за факторов времени. И попросил наделить его полномочиями для поиска и поимки преступника. Я просил на полгода поставить меня во главе группы. Я сказал, что за полгода мы найдем. Там было по крайней мере семь фамилий сотрудников милиции. Их задерживали. Они в камере сидели. Семь разных ангарских. Был попков? Нет, нет, нет. Разумеется, следователь не будет использованный прозерватив бросать здесь. И опер не будет. А какой-нибудь мент, который не очень в этом деле, он может. Следователей и оперов и проверять по нестали. Там надо было проверить от 90 до 120 человек мужского пола. Скажем, под видом вакцинации. Если бы провели это, то уже, скорее всего, действительно бы его сразу нашли. Я полагаю, что да. Мерзляков предупредил присутствующих на том совещании, что результаты проверки не должны выйти за пределы его кабинета. В противном случае Москва нас всех повыгоняет, сказал он, и поблагодарил Китаева за работу. На этом расследование, по сути, было остановлено на пять лет. В 2000 году транспортная прокуратура, в которой работал Николай Китаев, была ликвидирована. Вместо новой должности в областной прокуратуре следователю вернули трудовую книжку. Еще через несколько месяцев Китаев ушел в отставку. Сейчас он преподает в Иркутском национальном исследовательском техническом университете на кафедре уголовно-правовых дисциплин и днями просиживает в библиотеке. Говорит, что продолжает самообразование. Китаев не без гордости признается, что иногда тайком к нему приходят за советом нынешние сотрудники Следственного комитета. Из его слов становится понятно, что бывшему следователю хочется, чтобы это случалось чаще. Получается так, что персона нон-грата меня не приглашает в прокуратуру ни на какие торжества. Абсолютно. Никаких поздравлений я там не получаю, как другие, там с днем прокуратуры и прочее. Я вычеркнусь из списка живых. Дом бывшего офицера милиции Михаила Попкова – типичная для центра Ангарска двухэтажная постройка сталинских времен. А в квартире Попковых на втором этаже уже живет другая семья, рассказывает Медузе Евгений, бывший сосед милиционера из квартиры снизу. Попков был не очень общительным, но ведь и подумать о нем такого не могли. Их семья оказалась идеальной. Вместе ходили в походы, ездили на велосипедах. Он часто копался в машине с мужиками. Всем двором здесь же организовывали застолье, вспоминает он. Вместе с ангарскими оперативниками мы выезжаем из бывшего двора Попкова и направляемся в сторону железнодорожного вокзала. В мае 1997 года по этой же дороге Попков, отпросившись у начальника смены, поехал за пирожками. Выехав на дорогу, он увидел молодую женщину. Как выяснилось позже, она шла на вокзал встречать свою мать. Попков убил ее в нескольких сотнях метрах от вокзала, а тело бросило дороги. Это была едва ли не единственная жертва Попкова, которая в момент убийства не находилась в состоянии алкогольного опьянения. И одна из трех, на теле которой была обнаружена сперма Попкова, благодаря чему в 2012 году и удалось доказать его причастность к убийствам. Позже на допросах он назовет это убийство технической ошибкой и так и не сможет объяснить следователям, чем была вызвана та вспышка агрессии. В тот же день, когда труп женщины был обнаружен, Попков вернулся на место преступления в составе оперативно-следственной группы. 1997-1998 годы считаются самыми кровавыми в биографии Попкова. Ангарские оперативники говорят, что в то время он вошел во вкус. Только вдоль московского, или как его еще здесь называют, кандального тракта, это трасса, которая соединяет Новосибирск и Иркутск, где лес подступает к самой дороге, были найдены сразу несколько жертв маньяка. Выжить удалось лишь двоим. Ни Светлана Месявичус, ни Евгения Протасова не смогли опознать преступника. Обе получили серьезные черепно-мозговые травмы. Месявичус случайно нашли рабочие, которые утром шли с электрички. Никаких признаков жизни она не подавала, а в себя пришла уже, когда ее определили в морг. Протасову нашли грибники и сразу отправили на операцию в Иркутск. Обе женщины проходили длительный курс реабилитации. Мы съезжаем с дороги на обочину и по снегу углубляемся в небольшой перелесок. Здесь в конце 90-х была найдена еще одна жертва Попкова, а рядом с ней пустые бутылки из-под вина и пива. Жертва обычно пила более крепкий алкоголь, Попков ограничивался несколькими банками пива. Все 20 лет преступник тщательно подчищал следы. Ни отпечатки пальцев, ни орудия преступления найдены не были. Не подумал он только о следах протекторов шин и о том, что его можно вычислить в результате ДНК-анализа. В 98-м году, получив звание младшего лейтенанта, Попков уволился из милиции. Тогда это мало кого удивило. Зарплата была мизерная. Многие просто дорабатывали до пенсии и сразу же уходили. В марте 2002 года в московском комсомольце была опубликована статья о серийном маньяке в Иркутской области, которого никто не ищет. Она легла на стол генерального прокурора России Владимира Устинова и министра внутренних дел Бориса Грызлова. В том же году была создана оперативно-следственная бригада МВД России и генеральной прокуратуры, которую возглавил следователь по особо важным делам Евгений Костырев. А оперативным сопровождением занялся старший уполномоченный МВД России полковник Сергей Державин. Нам дали в группу кого ни по поди. Думали, что приехала обычная проверка и скоро мы вернемся к себе в Москву, вспоминает Державин в беседе с Медузой. В итоге он провел в Ангарске 7 лет. По словам Державина, стопроцентная серия просматривалась сразу. Вот только местные следователи долгое время ее скрывали и гостям из Москвы оказывали противодействие. Со стороны прокуратуры Иркутской, со стороны уголовного розыска, руководства любого. Кому бы хотелось прославиться, что серию просмотрели такую. Оперативно-следственной бригаде Костырева и Державина нужно было начинать все с нуля. Там все было четко написано, что они ничего не делали. Не по одному делу практически. Треть, как потом выяснили мы, треть визжеков было утрачено. За спинами приехавших из Москвы говорили, что раскрыть преступление 15-летней давности они не смогли. Не доверяли москвичам и потерпевшие, родственники убитых женщин, которые не хотели давать показания? Потому что они думали, что сейчас все опять растревожим, растрясем. А потом, кроме того, что мы изучали и работали по этим делам, мы еще сопутствующие дела раскрывали. И тогда дело раскрывалось, и люди к нам обращаться стали, стали нам доверять. И у нас пошла работа, нам все рассказали, все вспомнили. Ну, сынки ничего не забывали, все помнили. Дали очень хорошие показания. Иногда задаешь вопросы, говорят, нас никто об этом не спрашивал. Державин с Костыревым добились проведения генетической экспертизы. И по найденной в телах трех жертв сперми был установлен генотип убийцы. У нас уже все было очерсено, все было сделано. И осталось только брать кровь, проводить геномную экспертизу и выявлять. Другого они нам ничего не оставили, потому что других доказательств маловато было на первом этапе. Никто не работал по делам. До 2008 года тесты на ДНК проводились только в Москве, и стоили они около 10 тысяч долларов. Поэтому в год проводилось не больше пяти подобных анализов. Если бы сразу нам была дана «Зеленая улица» проводить, я думаю, что мы бы быстрее раскрыли. Потому что данный товарищ был в поле зрения наше. Но так активных доказательств его вины у нас не было. Мы собирали на его и характеристики, все собрано было. Его характеризовали с положительной стороны. Еще один фактор, который сильно мешал расследованию – утечка информации. «Все сведения уходили моментально, хоть я и запрещал своим общаться с местными сотрудниками», рассказывает Державин. Тогда он и не думал, что в одном здании с ним работает жена Попкова, через которую оперативные сотрудники оформляли многочисленные запросы. Так бывший милиционер мог оставаться в курсе расследования своих преступлений. В середине нулевых следователям начало оказаться, что убийца остановился. Подвигались версии, что он умер, стал инвалидом или сел в тюрьму за другое преступление, но идущее сейчас расследование показало, что это не так. Пока его подробности держатся в секрете, известно только, что Попков просто сменил почерк и местность, где искал своих жертв. В 2009 году Сергею Державину пришлось уехать из Ангарска из-за ухудшившегося здоровья. «Нашу группу его не распустили», — говорит он. «Нам с Костыревым пришлось вмешиваться, подключать связи в главки, чтобы расследование продолжилось». Никто уже не верил, что маньяка найдут, но Артем Дубынин тихонечко довел таки дело до конца. С гордостью, говорит Державин. Сегодня Артем Дубынин — старший оперуполномоченный отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска Иркутской области. Он пришел в органы в начале нулевых и был одним из первых, кто вошел в ту самую группу Костырева и Державина. В 2009 Дубынин ее возглавил. К тому времени о маньяке было известно довольно много. Было примерное понимание его места жительства или работы, был генотип, было известно, что у него третья положительная группа крови, и что он ездил на автомобиле Нива. Вот как рассказывает об этом Артем Дубынин. Что мы сделали? Мы, получается, эти все списки объединили в один. То есть взяли всех владельцев, не всех лиц, у которых третья группа крови, всех мужчин, которые проходили у нас вообще каким-то образом по делу. Объединили их всех в один список. Там получилось, я сейчас не помню, 30 с чем-то тысяч, по-моему, человек. И всех лиц, которые по двум и более признакам повторялись, мы из этого большого списка, получается, выбрали в отдельный список. 600 с чем-то человек. Список, составленный в алфавитном порядке, начали прорабатывать с конца 2010 года. Тогда в Иркутске уже действовал областной экспертно-криминалистический центр, и генетические экспертизы можно было проводить быстрее и дешевле. В год удавалось проверить около 400 человек. До буквы «П» дошли в марте 2012 года. Тогда же Михаил Попков получил повестку. В управлении уголовного розыска Попков явился в указанный срок, ответил на все вопросы следователя, подтвердил, что является владельцем автомобиля «Нива», что у него третья группа крови, и добровольно сдал биологический образец, который сразу отправили в лабораторию. Оснований задерживать Попкова тогда не было, поэтому он ушел домой. Как выяснится позже, вскоре после похода к следователю Попков уволился с работы. После милиции он в основном работал охранником на предприятиях, купил билет на поезд и уехал к матери в Липецкую область. Неделю спустя Попков вернулся в Ангарск. После этого, по словам Дубынина, он отправился во Владивосток, чтобы купить и перепродать машину, чтобы заработать денег. В мае 2012 года он вновь оказался в Ангарске. Зам. начальника отдела биологических экспертиз криминалистического центра Наталья Давыдова рассказала Медузе, что ее коллеги изучили несколько тысяч образцов, пока однажды им не доставили тот, который совпал с генотипом маньяка на 100%. По словам Давыдовой, в подобных случаях возможность ошибки исключается. Экспертиза дает стопроцентную точность. Когда заключение сравнительной экспертизы было получено, приняли решение задерживать Попкова. Он за день до этого опять выехал во Владивосток за очередным автомобилем. Артем Дубынин вместе с еще одним оперативным сотрудником и двумя бойцами СОБРа вылетели из Иркутска во Владивосток, чтобы перехватить Попкова на подъезде к городу, прямо в поезде. Дубынин о задержании говорит без лишних эмоций. Сопротивление не оказывало никакого. Доехали до Владивостока, нас там встретили местные оперативники. Помещение дежурной части линейного отдела. То есть я ему разъяснил все его права, составил протокол задержания, время было 15 часов. После этого мы сразу проехали в аэропорт, купили билеты на ближайший самолет и цепировали его в Иркутскую область. Честно, по дороге мы молчали, ни о чем не разговаривали с ним. Но ровно вместе с человеком очень тяжело разговаривать. Зачем это все было? Я знал, по крайней мере, что по приезду в Ангарск человек в любом случае будет арестован, он поймет, что все это серьезно, что это не просто какая-то бравада. Когда ему уже предъявят обвинение в том, что он совершил точно три убийства и три изнасилования женщины, тогда уже можно о чем-то поговорить. В принципе, так оно и получилось. Вот как Артем Дубинин рассказывает о своих первых впечатлениях от общения с Попковым. Так вот, если посмотришь на него, не скажешь, что это серийный убийца, что на нем столько много трупов. Сидит дядечка такой разговаривает. Вот глаза у него получаются очень такие специфические. Если в глаза посмотреть, там как бы он жутковато становится. Ну, нашли, получается, иголку в стоге сен. Ну, как вы такого можете, ну, как бы на тот период времени, когда еще не было видеокамер, сотовых телефонов, да, становить такого человека. Тем более через столько лет. Эта система, которая вот, как она была заложена в 2002 году, она, в принципе, в 2012-м она сработала. Один из создателей системы, Сергей Державин, вспоминает, как обрадовался за ребят, когда ему позвонил Артем Дубинин и сказал, мы его поймали. Нет, я расстроился, что сотрудник милиции. Он порадовался за ребят. 14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению в колонии особого режима за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство. Но расследование преступлений продолжилось. Как объяснил медузи Артем Дубинин, о других своих преступлениях Попков начал рассказывать еще до начала судебного процесса, но следователям нужно было принимать процессуальные решения и направлять дело в суд. Попков писал явки с повинной и сознавался в других преступлениях уже в мае 2014-го, после того, как дело было направлено в суд. Уже тогда мы понимали, что расследование будет продолжено и что будет еще один суд, говорит Дубинь. При службе Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области медузи сообщили, что от Попкова получены признательные показания в совершении еще 59 убийств на территории Иркутской области. В период с 1992 по 2010 годы. А также установлен истинный мотив его преступной деятельности и обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы. Что подразумевается, под истинным мотивом представители Следственного комитета и Артем Дубинин комментировать отказались в интересах следствия. Также пресс-служба Иркутского Следственного комитета приводит результаты психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой Попков не страдает и не страдал психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики. Эксперт-сексолог пришел к выводу, что у Попкова обнаруживается гомицидомания с садистическими элементами, то есть страсть к убийству. Артем Дубынин, который продолжает регулярно встречаться с Попковым, рассказал медузе, что тот обладает математически-аналитическим складом ума, все очень хорошо помнит, причем запоминает, не делая никаких пометок, все держит в голове. Уникальная память Попкова помогает следствию. По словам Дубынина, Попков дает очень точные сведения о новых эпизодах своих преступлений, называет примерный период времени совершения преступления, автомобиль, на котором он был, где подбирал жертву, как она примерно выглядела и во что была одета, что они с ней пили, где и каким оружием он совершал убийство. По словам Дубынина, новость о том, что Вангарске орудовал самый кровавый серийный убийца в истории современной России, и город воспринял спокойно. Мне кажется, за последние годы наши люди ко многому привыкли. По словам Дубынина, не раскаялся и сам преступник. Нет, раскаяния нет у него. Нет такого, чтобы, знаете, в разговорах говорил, вот я там сожалею, зачем я это сделал, если бы я этого не сделал, сейчас было бы на свободе. Этого нет. В разговорах такие мысли высказывают, что сейчас он во всем раскаивается полностью, скоро ему исполнится 60 лет, в 2024 году, и он попробует написать прошение о помиловании президенту, чтобы ему там скостили, грубо говоря, до 25 лет, и там еще через какое-то время у него будет шанс выйти, условно досрочно подойти. После приговора жена и дочь Попкова уехали из Ангарска в другой сибирский город и с тех пор не возвращались. Сейчас, когда Попкова возят на следственные действия, ему иногда разрешают позвонить семье и поговорить. По громкой связи в присутствии сотрудников полиции.